Виталий Бешко – водник, прошел по одним только Алтайским рекам многие сотни километров. Валентин Смирнов – специалист по экспедиционным проектам Алтайского отделения РГО. Их объединил интерес к малоизученной странице истории Алтая. В далеком 18 веке по этим местам, район реки Черыж и его притоков, рекам Кумир, Каргон, прошла экспедиция Петра Шенгена. Ученый составил одно из первых подробных описаний этих мест, а также обнаружил больше ста месторождений подделочных камней – порфира, яшмы. Из них потом делали знаменитые на весь мир колыванские вазы, колонны и другие произведения искусства. Вот этим же путем больше 250 лет назад шла экспедиция Петра Шенгена. Ну, шла, правда, не по воде, а по земле, и гораздо медленнее, чем мы. В нашем распоряжении быстроходная лодка, которая уверенно идет вверх по течению. Погода, правда, не радует. Из-за дождей вода прибывает, и стихия, что называется, то и дело, ставит нам палки в колеса. Мусор плывет по реке, идти невозможно. Водозаборник забивается, сложно. Приходится останавливаться, прочищать его. Мы четко следуем описанию пути Шенгена. Так точно известно, что здесь, на притоке Большая Татарка, экспедиция вставала лагерем. А многие описанные ученым растения радуют глаз до сих пор. Всего в рамках этой первой экспедиции мы прошли почти 100 километров. Одной из важнейших точек стал вот этот участок реки Кумир. Именно где-то вот здесь, в этих скалах, находятся те самые шурфы, в которых Петр Шангин нашел знаменитые поделочные камни, которые впоследствии использовались на Калуанской камнерезной фабрике. И мы хотим попытаться найти их. В планах несколько экспедиций с участием ученых, ботаников, геологов и других. Итогом станет познавательный маршрут тропа Шенгена, который позволит в будущем туристам посмотреть на родной край с совершенно новой стороны и узнать, что видели и чувствовали те, кто когда-то впервые открывал Алтай. Илья Кочетков, День с толком.